Экскурсии по Карловому мосту Экскурсии только на русском Других языков я не знаю В школе я не ботанил, а рок-н-ролил Поехали Сегодня экскурсия по Карловому мосту Самому Карловому мосту из всех мостов Праги Карлов мост это мост Я не прошел дальше этого места в Википедии Потому что соседу, видите ли, не нравится, что у тебя есть У него воруют Wi-Fi и качают ворониных в 4К Некоторые мосты настолько популярны, что берут себе имя Карлов мост Простовизович Евросоюзов Типа он мужик 55-летний Утром стоит в гамашах на балконе Пьет пиво и машет прохожим И патефон еще включает Эх, старая добрая Европа Меня бы в нее не пустили Мы идем в сторону Карлового моста Он находится в центре Праги Город, в котором живет и работает писатель Эльдар Бродвей Вот этот парень Таких мостов в Праге много Но только один из них Самый любимый Карлов мост Как любимый ребенок в семье Мост нужен, чтобы переходить с одного берега Волтавы на другой А почему бы не жить на одном берегу? Знаменитая чешская клаустрофобия Мост лежит через реку Волтава Сложно произнести с первого раза Как правду Хочется по старому славянскому обычаю Напихать туда гласных Как свинца в голову зомби Чтобы было Волота Волгало Тише, тише На меня что-то викингство нашло Недавно видел, как мужик поссорился с девушкой И пытался спрыгнуть с него в реку Ха-ха Молодец, манипулятор Карлов мост соединяет два района Староместский и Малостранский Как ребенок разведенных родителей Что-то метафоры сегодня депрессивные Я просто с похмелья Говорят, что если с моста кинуть монетку То ты потом обязательно вернешься в Прагу По-моему, это просто вымогательство в виде обычая Не знаю, может быть вода через частички кожи на монетах Запоминает твое ДНК И через память воды возвращает тебя обратно Ну тогда уж лучше тело родственника оставить, я думаю Вадик, привет! Братья должны чаще видеться Приезжай в Прагу, научу тебя плавать В Карловом мосту всегда много людей Потому что это известнейшая достопримечательность Праги Как и я Красивее всего любоваться Карловым мостом во время заката Потому что если ты в Праге и уже закат То ты, как правило, уже порядочно пьяненький На Карловом мосту всегда много улыбающихся, фотографирующихся туристов А они хотят запечатлеть моменты радости Потому что внутри у них тьма Есть одна легенда, что одна принцесса очень долго ждала своего суженного на этом мосту А когда не дождалась, то она бросилась в Алтаву А он пиво сбухал в соседнем ресторане А утром такой Да и ладно, я не сильно любил ее Мы просто с ней чпок друзьями были Но погодите ее жалеть Принц говорил, что она довольно сумасшедшая была Постоянно резала себе руки и говорила, что слушает пошлую Молли И читает Бродского Но только не умеет правильно его фамилию писать Пишет через С и через Е Бродский Говорила всем, что у нее биполярное расстройство Такая вот легенда Да она в общем и не умерла Вот она плывет с сигой во рту Вот так вот голову держит, чтобы не потухла Вот дичь Длина моста 520 метров Поэтому иногда бывает так, что выходишь на него днем А приходишь к концу только вечером Потому что попрошайничал о нем весь день Тут обычно очень много попрошаев Я не знаю, как вежливо сказать Менеджеры попрошайничества Здесь продается очень много разных сережек Это если ты проколол себе уши, но в своем городе сышь ходить с сережками То можно приехать в Прагу, накупить себе сережек и разгуливать здесь Часто с попрошайками собаки Это чтобы если ты встретишь бывших одноклассников Это собака попрошайничает А я просто рядом с ней тусуюсь, говно убираю Я сам-то успешный стартапер И я разработал приложение, которое позволяет сваливать вину за попрошайничество на собаку А про себя говорить, что ты успешный стартапер Да это в общем-то и не приложение, просто блокнот с текстовой инструкцией До 1870 года мост назывался просто пражским Но когда его увидел Карл IV, он сказал О, нифига, какой вы мост классный построили А давайте его назовем в мою честь Или я вас всех казню И горожане такие подумали и решили А почему бы не назвать его в честь Карла IV Мост украшают скульптурой религиозного содержания Чтобы когда ты с той студенткой поехал бы в Прагу А не на конференцию по скуке В нижнюю депрессию, как сказал своей жене И глядя на них, ты бы вдруг загрустил И впал бы в лирично грустное настроение И понял бы, что ты попадешь в ад Как вон там Вот это грешники в аду Чтобы даже в отпуске люди знали, что ад реален Тут также продают открытки и картинки с Карловым мостом Ты можешь купить одну, отправить другу И когда он получит, то там будет написано Дружище, я прямо здесь, сейчас, вот так съешь, урод Тут много художников обычно бывает, и они могут нарисовать тебе смешной шарж-портрет, чтобы ты выглядел смешным уродом А если ты и так смешной, то просто поржать над тобой и отправить обратно в отель плакать Не местные художники, конечно, а какие-нибудь бухие британцы Храни Господь ее величество На британском это произносится так Храни Господь ее величество Мои шутки о национальных стереотипах являются не насмешкой над национальными стереотипами А насмешкой над ксенофобией Иронией над ксенофобией Ха-ха-ха, бухие британцы Сложно поверить, но это тоже была ирония над ксенофобией Вам меня не поймать Староместскую сторону моста украшают две крепости Две крепости, построенные в честь властелина кольца Две крепости Бред? Да, конечно Плохой, плохой горлом Плохой Нет, 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 нет Я только одну бутылочку моего сокровища, чтобы блестели глазки Карл IV заложил первый камень этого моста в 5.31 утра 1357 года Это не шутка Специально из-за астрологических значений этих цифр И это не шутка А теперь шутка Спустя 800 лет есть коллеги, которые все еще верят в астрологию Бум, замеркурил астрологов Наслаждаюсь этим, пока еще не запретили оскорблять чувства астрологнутых В 1908 году по Карловому мосту ходил трамвай И когда люди очень сильно высовывались, чтобы сделать селфи, они вываливались в реку Потому что фотик весил 25 килограмм Небо над Карловым мостом всегда ясно Это одно из чудес Карлового моста Но сейчас нет, потому что я грешил Трогал свое тело там, где нельзя С моста очень удобно рыбачить Но сегодня никто не рыбачит, потому что это неудобно и запрещено Классно погуляли, да? Это потому что призрак Карла Четвертого помогал нам Впереди нас ждет еще много безумных экскурсий В которых вы ничего не узнаете о достопримечательностях Круто, да? Поэтому у вас не получится лгать, что вы где-то были Так что подписывайтесь и путешествуйте по всему миру вместе со мной Ну а я отправляюсь вот туда Думали, скажу Париж или Африку Нет, у нас пока не те бюджет Во время экскурсий никаких похищений в секс-рабство и изнасиловании Наверное, не стоит этого говорить ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА